Добрый день! Я предлагаю сегодня поговорить еще и о пирамидостроении в Петербурге. Это кажется диким, это кажется невозможным. Какие-то пирамиды в Петербурге, все, что я буду говорить, это будет казаться просто грубым шаржем и пародией. Но это не совсем так. Это не совсем так, и во всем, в том, что я вам сейчас скажу, безусловно, можно найти некоторый пример некоторого построения, принципиально отличающегося от построения современных петербургских да и московских урбанистов. Оно состоит в том, в следующем, что есть некоторые архитектурные произведения, то есть некоторые здания, некоторые сооружения, не обладающие никакой функциональностью, но обладающие чрезвычайно высоким туристическим и имиджевым потенциалом. Примером такого является, безусловно, Сиднейский оперный театр. Это здание оказалось чрезвычайно неудачным. В нем отсутствуют многие подсобные помещения и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, сейчас появляются люди, которые специально путешествуют в Австралию и проходят по Сиднею для того, чтобы на это здание посмотреть. Оно является мощным туристическим магнитом, притягивая и туристов, и аборигенов, то есть жителей, собственно, Австралии. Вот так. Поэтому я предлагаю подобного рода конструкции создавать и в Петербурге. И по большому счету сразу не мелочиться. Мы понимаем, что на самом деле все в Петербурге связано с Египтом. У нас есть египетский мостик, у нас сфинкции из Египта привезены и поставлены возле Академии художеств. Везде львы, везде сфинкции, везде грифоны. И полностью, полностью весь Петербург находится весь во всей египетской символике. То есть, по большому счету, Египет и Петербург – близнецы и братья. Но в Петербурге не хватает самого важного. Не хватает египетских пирамид. Или пирамиды, что-то на них очень похожи. Поэтому и предлагается построить именно эти пирамиды, все три. То есть, Хеопса, Меккерина и Хефрена – знаменитые пирамиды. Значит, и поставить их непосредственно на намыве. То есть, посередине вот этой самой маркизовой лужи. Где они будут. Но кажется, ну это дикость, это как, это кто вот такое делает. Все пирамиды, которые были в мире, они все всегда там были. Но если мы обратимся к истории, например, мексиканского пирамидостроения, а это так называемые пирамиды Солнца, пирамиды Луны, это совершенно-совершенно случайным образом рядом от Мехико были найдены вот эти пирамиды, полностью засыпаны. И потом при их диктаторе Диаресе, Парфеи, они были откопаны, типа того, что, по всей видимости, просто сделано заново. И придумана романтическая история. В том, что жил народ, потом он ушел. И эти пирамиды сохранились непротисновенности. Потом пришли туда асцеки и устроили там собственный город, и собственную столицу, и не тронули эти пирамиды. Потом они тоже откуда-то почему-то оттуда ушли. Ну и пришли белые, тогда пирамиды были уже засыпаны. Но потом их откопали, и сейчас там работают археологические конструкции. Хочу заметить, что их пирамиды как нельзя лучше подходят для туристических маршрутов. Если вы видели фотографии оттуда, вот сейчас, там же находится самый богатый регион мира, то есть рядом находится Соединенные Штаты Америки, и потребляющий 40-45% мирового производства. Да, мирового производства, потребляющие. Там они очень удобные. Например, это пирамиды солнца, это 225-225 метров. Абсолютно правильно. Высоты всего 64 метра. И удобные лестницы. Можно хорошо подниматься. И все наслаждаются и воспринимают эту самую ситуацию как место силы. И оставляют нехилые американские бюджеты в придорожных кафе и в аэропорту Мехико. И как оно нашлось удачно? Рядом почти на шоссе. 40 километров от Мехико. Сейчас это уже практически как пирамиды Гизы находятся с краю Каира. Точно так же и сейчас, на сегодняшний день, вот эти пирамиды Солнца и Луны и третья пирамида, на которой, по всей видимости, после не нашлось денег, бюджета, чтобы ее найти. Они точно так же находятся на границе Америка. Одного из крупнейших мегаполисов, агломераций мира с населением 25-27 миллионов человек. Поэтому стесняться не надо. Смотрим на Израиль, где все время чего-то находят. То раскапывают и находят совершенно новый пол с каким-то изображением. То находят какую-то гробницу, и написано, что это гробница того самого царя Ирода. И только автографа его не хватает. И так далее, и так далее, и так далее. Стесняться этого не стоит. И надо действительно создавать все собственные центры протяжения, находить и открывать новые центры археологические новости. Но при том можно придумать сказку, что эти пирамиды каким-то образом, чудесным образом вдруг поднялись из морской пучины и остались здесь. Но, тем не менее, ближайшие 50-20 лет это не удастся. Делать их надо сразу же три. Рядом с западным скоростным диаметром только что открытым. Они очень будут хорошо смотреться с любой точки зрения. Гостиницы у них разместиться, конечно, не удастся. Но в них можно разместить какой-то парк аттракционов. Внутри него каждый из этих пирамид. И самое главное, их можно использовать по назначению. Их можно за большие деньги хоронить людей. Можно обратиться к Владимиру Владимировичу Путину с предложением того, чтобы он дал обещание, что будет захоронен совершенно бесплатно в одной из этих пирамид. И после этого проводить рекламную кампанию. Мы похороним Путина. И так далее, и так далее. Но очень важно, что подобного рода египетский парк, находящийся практически посередине, то есть на Васильевском острове, на Намыве, посередине Финского залива, являющийся образцом монументального строительства, он выглядит, конечно, непростительным китчем, но тогда весь Петербург китч с своими грифонами, сфинксами и прочим, египетскими мостиками и обелисками. Вот тогда весь этот китч. И его можно каким-то образом обыграть, обустроить, улучшить. И не стесняться, потому что давно пора отходить от этой утилитарной привычки, застраивать все одними однотипными высотками в 25, уже сейчас и 30 этажей. И в городе просто остается мало места для новых архитектурных шедевров. И вот там бы, я полагаю, просто посередине, именно эти пирамиды, они встречали бы любого, приплывающего к нам на пароме, и были бы мощнейшей точкой при притяжении человека. Каждый может там, например, провести ночь, поскольку это не гостиница, но как парк аттракционов, в специальном номере с кондиционером, рядом с гробницей Путина, допустим, или какого-нибудь другого ведущего человека. Я не думаю, что тот же Трамп или Барак Обама захочет быть там похоронен, но ему можно доплатить уже при жизни. И так далее, и так далее. Вот это, вот то, что я сейчас предлагаю, то есть я повторяю, что Петербург нуждается в экзотических, урбанистических решениях. Не в простеньком, не затерявом, чтобы ничего там не торчало, ничто не выглядывало, а на что-то таком глобальном и удивительном. Вот такой глобальный удивительный проект, и я предлагаю на всеобщее обозрение. Спасибо!